всем добрый день сегодня пасмурная мерзкая погода в одессе скучно и я подумал что самое время потому что может потом его просто не быть записать видео следующего содержания дело в том что перед тем как искать в качестве камеры для канала которая в смартфонах на бу рынке я начал не с моделей не с названий а с характеристик меня интересовали простые параметры да в основном не только частота кадров возможность изменять выдержку пусть даже на сторонних каких-то приложениях меня интересовал битрейт и вот к сожалению я сколько не насмотрелся обзоров частности samsung s7 с которого сейчас снимаю на 30 кадров в секунду в авторежиме full hd я не мог найти вот просто по экзифам какие битрейты на каких режимах дает примеру samsung s7 поэтому я решила восполнить этот пробел но всяком случае на просторах русскоязычного youtube и дать вам посмотреть в каких режимах мы получаем какие битрейты и вообще какие возможности из коробки данной камеры galaxy s7 которые устанавливает сам производитель давайте сейчас перейдем к экрану и я покажу то что нашел я и дальше мы прогоним по тем всем предлагаемым возможностям которые дает нам производители samsung и посмотрим экзив файлы вперед итак заходим в приложение камеры получаем классику дальше нас здесь интересует внутри точечки внизу пролистывая влево получаем приблизительно как будет выглядеть наша картинка в разных профилях ретро там пастель золотой короче для детей и без эффектов продвигая влево слева направо экран получаем авторежим и про нас больше всего заинтересовала меня про именно здесь мы можем менять с вами iso ручками самое главное менять частоту затвора то есть это очень здорово то есть согласовывать их частотой кадров баланс белого от кельвина выставлять до каких-то заготовленных профилей и менять аф на ручную фокусировку допустим мы наводимся на резкой с вами ну и потом отпускаем и начинаем снимать какой-то объект это что касаемо режима про что касаемо вообще предлагаемых режимов по видео ультра hd вот разрешение вы видите 3 840 на 2 160 киеве или 2 кей чистокровных имеется на борту full hd 60 кадров секунды full hd 30 кадров в мне больше всего интересен потому что он попиксельно попадает в мой монитор у меня монитор 2 кей но мы с вами начнем со съемки в режиме 4 кей вот и для этого нам с вами нужно просто уйти да тут есть еще в режиме про замеры экспозиции мы выбираем центр взвешенный точечный или матричный ну а мы с вами перейдем на для начала ультра hd я уйду с режима про перейду на авто и в авторежиме мы с вами сейчас продолжим съемку а потом разберем это все на монтажной программке для того чтобы просто-напросто посмотреть насколько честны указаны частоты кадров и насколько соответствует это числам заявленным производителем в частности посмотрим битрейт и сейчас я вам покажу вот их обозвал 4к снимал 2к снимал на то по 30 секунду эти не считаем для монтажа это full hd 30 кадров в секунду 60 кадров в секунду прежде всего интересно что в принципе windows это очень легко делается например нажимаем 2к битрейт общий поток передачи 25 мегабит в секунду 2к 30 кадров в секунду теперь что у нас на 4к с вами друзья на 4к у нас 48 с половиной мегабит в секунду тоже 30 кадров 30 кадров в секунду но сейчас 30 кадров мы посмотрим на монтажки потому что здесь кадры к сожалению почему-то я не вижу что подписалось ну бог с ним здесь видны мегабиты то есть битрейт можем смысле нужен виден на full hd 60 кадрах у нас с вами 59 кадров отбивают на самом деле там не так может быть чуть меньше и 28 мегабит то есть первое место у нас 4к 40 48 с половиной 28 с холестиком на 30 кадрах full hd пишет ну как собственно стандарт 17 мегабит в секунду то как в общем то у всех самсунгов как я понимаю ну всяком случае как у моего прошлого самсунга 27 теперь что по частоте кадров по частоте кадров более точно мы посмотрим с вами в монтажки так здесь я так настроил что когда бросаешь то он сразу устанавливает те properties на те свойства которые были при съемке но вот мы видим на 4к он снимал чистых честных 30 кадров в секунду отключим ему disable то есть вот и вот собственно говоря наша картинка даже можем конечно звук пусть и вот смотрите я вам указываю где у нас какой битрейт там по-моему 40 чем-то по памяти но сейчас вы видите это более точной цифрами 48 не помню дальше так монтировать конечно же вот вопрос на так разные у нас с вами разрешение 3840 на 260 ультра hd но монтаж я не делал я вот поэтому вам с экрана все это показываю поставим с вами 2к да примем все что но то же самое та же частота кадров честных 30 кадров в секунду он показывает то есть тут все правда убираем его 2к ставим 60 принимаем все что как было на самом деле но вот 59 745 он честно говоря чуть-чуть не дотягивает по для по мтс-шному стандарту а вот когда я вчера снимал типа на 60 кадрах но в недостаточные освещениях он снизил кадры до 58 кадров в секунду просто сейчас не хочу терять время показывать вчера я монтировал и заметил нам сейчас важно посмотреть вот эти битрейты вот что выдает освещение пасмурное на автомате работала камера тем не менее своих 60 кадров как бы она выдает но тем более естественно 30 кадров выдаст на просто full hd 30 кадров ну здесь понятно что тоже 30 кадров даже 30 кадров чуть чуть больше на 2к 4к ну тем не менее 30 есть это что касается их как говорится возможности то что написано на заборе и то что есть на самом деле теперь по поводу размера давайте там я не знаю вот это у нас 1920 на 1080 подложим под него 4к зайдем сюда в панкроп и здесь потянем картинку увеличим так чтобы у нас с вами здесь мы с вами уменьшимся так вот сюда отъедем ну как бы какая площадь да какая разница вот у нас подложен внизу 4к разрешение сверху мы бросили с вами с вами бросили full hd ну вот если мы будем уменьшать нашу с вами карте вот это поле вот обратите внимание на цифры которые меняются нам здесь надо получить вот в этой строке 2160 это будет короткая страна сторона 4к но можем ее просто прописать и не морочить себе голову честно говоря что-то дрочилово вот вот наша с вами full hd бегает вот я специально вами и сейчас показываю по полю кадра вот по площади она практически в 4 раза до эта картинка меньше чем три триста шестьдесят на два сто шестьдесят если бы это был полный 4к она бы ровно в четыре раза было но так как это ultra hd то есть это пред 4к так скажем но тем не менее вот во сколько раз вы можете кропить вот эту нижнюю нашу дорожку чтобы без ущерба качества и получить full hd то есть вот многие вначале не понимают как и почему ну зачем 4к ну вот 4к его для этого и нужно то есть общий план общий угол их естественно у камеры одинаковые да если начну я вот эту картинку нижнюю уменьшать например не знаю сейчас поставим сюда эту закроем пускай это у нас так будет да сейчас я подберу какой-то одинаковый ракурс самому же интересно как он тут где-то если он будет у меня но вот так вот приблизительно одинаково и вот сейчас мы будем брать кусочек вот такой вот кусочек будем брать но с нижней картинки посмотрим будет ли что-то как говорится в худшую сторону меняться будем смотреть вот за этими цифрками то есть нам нужно здесь получить не 260 а 1080 и этот масштаб у нас тогда с вами совпадет с ним с верхней картинки а он у меня не зафиксирован ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй а ну тут просто 1920 тогда все правильно 1920 туплю под вечер вот и у нас с вами получится вот насколько я увеличился но качество при этом осталось тоже то есть ну грубо говоря трансфокатор как 3 3 3 кратный зубчик получается у нас то есть если я перейду сейчас на верхнюю дорожку и чуть-чуть отодвину вот эту картинку да то есть вот это мелкие машинки за счет того что 4k я могу вот так вот наехать вот вот этот кусочек взять вот этот вот который здесь но если я здесь на этой картинке буду брать этот кусочек рассыпется на пиксели потому что ну разрешение никакое здесь картинка держится но что вот эта нижняя картинка 4k превратилась full hd вот за счет этого получаются такие как бы возможности ну что ж я настолько насколько мог вам показал я понимаю что некоторые технические причины по которым невозможно смонтировать это все в одном каком-то формате потому что я снималась 4k 2k full hd разные частоты кадров поэтому я прибег такой как таким может быть хитростям которые ну скажем скажем съемка с экрана того же компьютера но основная эта цель была показать вам цифры и я думаю что эту цель я достиг у меня к вам всем предложение если есть у кого-то свои смартфоны они естественно есть вы посмотрите на свои экзифы которые получаются при видеосъемке и расположите вот эти цифры внизу под этим роликом в комментариях это лишь даст возможность другим ребятам которые стоят в преддверии такого же выбора легче и быстрее сориентироваться и определиться сообразуя с размером своих финансовых возможностей ну а я на этом с вами прощаюсь желаю вам удачи и до новых встреч друзья пока